Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, когда в регионе начнется вакцинация от гриппа, насколько может увеличиться зарплата у школьных учителей и где в Новосибирске пройдет ярмарка садоводов и огородников. Перед началом сезона простуды и гриппа врачи региона планируют поставить прививки полутора миллиону человек, то есть каждому второму жителю Новосибирской области. Напомню, что вакцинация в первую очередь считается обязательной для детей шести месяцев, беременных женщин, а также пожилых граждан. Необходимое количество препарата доставят в школы и детские сады. Иммунизацию остального населения традиционно проведут в поликлиниках по месту жительства. На осенние сессии Госдумы могут рассмотреть законопроект о повышении зарплат учителям. Об этом заявил председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно инициативе, при поступлении на работу в школу в год получения диплома, учителю выплачивается единовременное пособие в размере пяти должностных окладов. Также он получает 25-процентную надбавку к зарплате в течение первых трех лет работы. Закон содержит более 20 различных мер поддержки педагогов, в том числе и нормы о предоставлении жилья нуждающимся, а также сельским учителям. По словам Миронова, в мае Минпросвещение давало печальный прогноз. Через 10 лет нехватка учителей в стране составит почти 200 тысяч человек, если не предпринимать никаких мер. Более трех тысяч жителей Качковского района прошли в этом году профилактический медицинский осмотр. До конца года диспансеризацию пройдут еще столько же. Для удобства населения даже организовали транспорт до районной больницы. Тему продолжит Яна Рагуля. Пенсионерка Мария Гончарова говорит, в ее возрасте добраться до медучреждения самостоятельно уже не под силу. А здесь привезли, осмотрели, дали рекомендации по лечению. Привозят не только пенсионеров, но и работающее население. Также врачи выезжают в населенные пункты. Все отслеживаем, все года, все, которые подходят для диспансеризации. Вот посылаем сюда, либо к нам врачи приезжают. То есть ведем вместе с ЦРБ. По этой профилактической работе это очень нужно, очень грамотно. Профилактические осмотры предполагают сдачу крови на общий анализ, а также на уровень сахара и холестерина. Осмотр офтальмолога и терапевта. Посещение женской консультации. Обязателен флюорографический снимок и ЭКГ. А для тех, кому исполнилось 45 лет, еще и ФГС, а также сдача анализа на онкомаркеры. В результате диспансеризации ежегодно у нас выявляется от двух до пяти случаев онкозаболеваний. Выявляются случаи глоукомы. За прошедший период, с начала года, у нас уже три случая глоукомы выявлены. Такие лица у нас уже направлены на оперативное лечение. Выявляются ежегодно случаи сахарного диабета 19-20. В этом году количество граждан которым необходима диспансеризация увеличилось почти в три раза. В Качковском районе осмотрят 6000 человек. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Светомузыкальный фонтан запустят в Центральном парке Новосибирска. Объект начнет работать на следующей неделе. Об этом сообщил мэр. По его словам, сейчас идет настройка оборудования и решаются вопросы, связанные с подключением электричества. Также он напомнил, что фонтан будет со звуковым сопровождением. Световая подсветка у него намного богаче, чем у подобных объектов в Первомайском сквере или на площади Пименова. Напомню, в Центральном парке сейчас идет реконструкция. Уже отремонтированы дорожки, установлены современные системы освещения, урны, лавочки, высажены новые деревья. Планируется также убрать часть торговых киосков и перенести некоторые аттракционы. Лучшее дачное товарищество выберут в Новосибирске. Сегодня и завтра на площадке у ДК Чкалова в Дзержинском районе пройдет общегородская ярмарка для садоводов и огородников. В мероприятии примут участие полторы сотни организаций и частных лиц. На ярмарке будет представлен широкий выбор семян, саженцев, плодовок и овощных культур, цветов, средств защиты растений, удобрений, теплиц, укровного материала и дачного инвентаря. Посетители смогут не только приобрести продукцию, но и получить бесплатные консультации. Кроме того, садоводы поучаствуют в мастер-классах и похвастаются своими огородными достижениями. Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете, на какую помощь могут рассчитывать фермеры региона, сколько в области рек и озер очистят от мусора и где состоится сибирский велопробег. Реки и озера Новосибирской области очистят от мусора. Всего в регионе планируется привести в порядок береговые линии более 150 водных объектов общей протяженностью 130 километров. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает Пресс-служба областного правительства. Кроме того, в ближайшее время в регионе планируется высадить 150 тысяч деревьев, а также очистить от загрязнения порядка 200 гектаров лесных площадей. На осенней сессии Госдумы могут рассмотреть законопроект о повышении зарплат учителя. Об этом заявил председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно инициативе, при поступлении на работу в школу в год получения диплома, учителю выплачивается единовременное пособие в размере пяти должностных окладов. Также он получает 25-процентную надбавку к зарплате в течение первых трех лет. Закон содержит более 20 различных мер поддержки педагогов, в том числе и нормы о предоставлении жилья нуждающимся, а также сельским учителям. По словам Миронова, в мае Минпросвещение давало печальный прогноз. Через 10 лет нехватка учителей в стране составит почти 200 тысяч человек, если не предпринимать никаких мер. В Новосибирской области программа ремонта дорог, где проходят школьные маршруты, выполнена более чем на 80%. Остальное завершат к концу сентября. О том, как идут работы и какие материалы применяют, узнал Константин Клещин. Школьные маршруты не должны быть препятствием на пути ребят к знаниям. И поэтому дороги приводят в порядок. В Кочаневском районе у села Шагалова начинается один из таких участков, которые видно, что его отремонтировали. По цвету можно определить. Это старый участок дороги, а там начинается новый. И результат, в общем-то, налицо. Дорога ровная, скорости на ней теперь высокие. Владимир Казаков 20 лет водит автобус по школьным маршрутам до села Шагалова. Ему есть что с чем сравнивать. Она была вот так вот, пикой. С этой стороны боком едешь, и с этой стороны боком. Опасно? Ну, конечно, грива была. Подрядная организация заканчивает работу. Еще раз прокатывает отсыпанный слой щебня, добиваясь нужного уплотнения. И так на протяжении двух с половиной километров. Верхний слой выбирался, выбиралась корыта глубиной 10 сантиметров. И 14 сантиметров ЧПС-1 щебня докладывался. Средства доложено было очень много. Техники работали, гридера, катки, поливальные машины, экскаваторы и так далее. Ну, как бы сейчас серьезно относятся к ремонту и требования у заказчика очень серьезные. В этом году на ремонте участков внутри областных дорог сделали акцент. Поднажали, что называется, средства для ремонтных работ, изыскивали в самых разных статьях дорожного бюджета. В текущем году мы за счет планов предупредительного ремонта сделали 79 километров. Порядка 300 миллионов на это затратили средств. И за счет капитального ремонта и ремонта порядка 49 километров. И затратили около 890 миллионов. По информации специалистов территориального управления автодорог, ремонтные работы проходят не только на трассах с щебеночным и земляным покрытием, а также и там, где асфальтобетон. Предполагается, что эти усилия обеспечат главный результат. Перерывов в движении школьных автобусов должно быть все меньше и меньше. Например, за последние три года случаи, когда школьный автобус застрял или вернулся домой, сократились в два раза. Статистика такова. В 2016 году зафиксировано 144 случая перерывов движения. В этом 55. Константин Клещин, Борис Гладких, Новости ОТС. Фермерам Новосибирской области дадут денег на создание развития своего дела. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. По его словам, ведомство начало прием документов на грантовую поддержку крестьянских, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Средства выделяются из федерального и областного бюджетов. В текущем году власти готовы оказать помощь на сумму в 270 миллионов рублей. Прием заявок на грантовую поддержку ведется в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области до 13 сентября. Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе, размещены на сайте ведомства. Отмечу, что в нашем регионе насчитывается около 4000 фермерских хозяйств. Новосибирцев пригласили на сибирский велопробег. Мероприятие состоится в предстоящую субботу. Ожидается, что в нем примут участие около 1000 человек. Об этом сообщает пресс-центр мэри. Велосипедистам необходимо будет проехать от здания на Кирово-76 до Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Протяженность маршрута 15 километров. Начало мероприятия в 3 часа дня. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети инстаграм УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как проходит диспансеризация в Новосибирской области, какое масштабное событие сегодня пройдет в Бердске и кто сможет попасть на губернаторский прием. Сегодня Бердск стал центром олимпийского движения. Город Спутник принимает участников 6-й культурной олимпиады Новосибирской области. Событие посвящено Году театра в России. В нем примут участие около тысячи человек. Творчество представителей районов области жюри олимпиады будет оценивать в 13 номинациях. Среди них театрализованное представление на тему «Весь мир театр», фильм о концертно-театральных событиях, театральных деятелях, исторических и культурных личностях. Также конкурс художников «Сибирский арбат», фольклорное творчество и народное пение. Добавлю, что на площадках Бердска сегодня также организованы выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, торговые ряды, мастер-классы по гончарному, кузнечному, ткацкому делу, чеканки монет и всевозможные фотозоны. На осенние сессии Госдумы могут рассмотреть законопроект о повышении зарплат учителям. Об этом заявил председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно инициативе, при поступлении на работу в школу в год получения диплома, учителю выплачивается единовременное пособие в размере пяти должностных окладов. Также он получает 25-процентную надбавку к зарплате в течение первых трех лет. Закон содержит более 20 различных мер поддержки педагогов, в том числе и нормы о предоставлении жилья нуждающимся, а также сельским учителям. По словам Миронова, в мае Минпросвещение давало печальный прогноз. Через 10 лет нехватка учителей в стране составит почти 200 тысяч человек, если не предпринимать никаких мер. Пройти диспансеризацию жители отдаленных микрорайонов Куйбышева могут дома. Медики приедут к ним сами. Кто чаще всего пользуется такой услугой, выяснили наши районные коллеги. Сегодня мини-лаборатория отправилась на улицу Державином. До ближайшей автобусной остановки почти 15 минут ходьбы. Для пожилого человека и того дольше. Сделать кардиограмму, сдать анализы, измерить давление, рост и вес. Такие пациенты теперь могут рядом с домом. Я считаю это дело нужное. Почему? Потому что мы все-таки живем далеко от поликлиники. Здесь пожилых много людей. Это начинание, я думаю, отлично. Если это все будет у нас так продолжаться, я думаю, что это будет довольно-таки неплохо. Елена Васильева-Фельдшер. За плечами больше 20 лет работы в службе скорой помощи. Рассказывает, чаще всего медиков вызывают пациенты с болезнями сердца, органов дыхания. Чтобы не пропустить начало развития серьезного заболевания, важно делать осмотр ежегодно. Тем более, когда диспансеризацию можно пройти, не выезжая в поликлинику. Большой плюс, потому что понимаем всю загруженность и поликлинической службы, и население. Здесь все в шаговой доступности. Тем более, мы делаем все быстро, оперативно. И все, по крайней мере, довольны. Чтобы выезды мобильного ФАПа были эффективными, медики обратились за помощью к председателям ТОСов и старшим по многоквартирным домам. Мы готовы провести саму диспансеризацию. Вы для своих людей, для жителей, люди авторитетные. Вы их знаете лучше нас. Это, конечно же, люди могут быть немобильные, маломобильные, для которых сложно пойти в поликлинику. Вы же на своих участках, вы их знаете, вы можете их организовать, вы можете собрать их с нами, согласовать время и дату. И мы приедем на передвижном мобильном ФАПе. В ближайшее время по просьбе жителей вместе с мобильным ФАПом в отдаленные микрорайоны Куйбышева отправится и передвижной флюорограф. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Роскачество предложило внедрить систему честной этикетки воды. Об этом заявил глава ведомства Максим Протасов. По его словам, необходимо подтверждать происхождение жидкости. Например, если написано, что она из горного источника, то информацию должны проверить. Напомню, ранее Роскачество предложило ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские». Первый раз в первый класс и на губернаторский прием. Сегодня сотни детей, те, кто находятся в самом начале пути к знаниям, соберутся в театре «Глобус». Это уже традиция. Пять лет подряд в течение лета в области проводят конкурс рисунков среди дошкалят просторы Сибири. В этом году в состязании приняли участие 226 будущих первоклассников. Все они вместе с родителями станут участниками губернаторского приема. Работы детей будут транслировать в фойе театра. Первоклассникам организует фотосессии с ростовыми куклами, познавательные игры, викторины и состязания. Завершится прием коллективным просмотром спектакля «Денискины рассказы». И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как могут измениться условия труда в России, каким школьным учителям хотят поднять зарплаты и как в регионе будет развиваться добровольческое движение. Названы главные условия перехода на четырехдневку в России. Как заявил министр экономического развития, это станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда. Однако точные сроки реформы он не уточнил. Напомню, по данным опроса Фонда общественного мнения, идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 53% россиян. Впервые об этом заявил в начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев. Он привел в пример опыт Новой Зеландии. Для Новосибирской области купят школьные автобусы и машины скорой помощи. Такое поручение дал глава правительства Дмитрий Медведев. В настоящий момент Минпромторг страны ведет работы по заключению государственных контрактов на приобретение соответствующей техники. В текущем году автопарк региона увеличится еще на 13 школьных автобусов и 34 машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Там также напомнили, что летом местным учреждениям здравоохранения вручили ключи от восьми новых автомобилей. Кроме того, школы региона получили 21 автобус. На осенней сессии Госдумы могут рассмотреть законопроект о повышении зарплат учителям. Об этом заявил председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Согласно инициативе, при поступлении на работу в школу в год получения диплома, учителю выплачивается единовременное пособие в размере пяти должностных окладов. Также он получает 25-процентную надбавку к зарплате в течение первых трех лет работы. Закон содержит более 20 различных мер поддержки педагогов, в том числе и нормы в предоставлении жилья нуждающимся, а также сельским учителям. По словам Миронова, в мае Минпросвещение давало печальный прогноз. Через 10 лет нехватка учителей в стране составит почти 200 тысяч человек, если не предпринимать никаких мер. В Новосибирске обсуждают новую концепцию развития добровольческого движения. Проект готовят совместно волонтеры, общественники и городские власти. Екатерина Стывко выясняла, что изменит новый документ. По подсчетам экспертов, до 15% новосибирцев сейчас состоят в волонтерских отрядах, а примерно каждый третий хочет стать добровольцем. Дело социально значимое, поэтому сегодня в городской администрации приняли новую концепцию развития добровольческого движения. Очень много разных направлений, которые описаны в концепции, они рассказывают весь этот комплекс города Новосибирска, комплекс добровольчества. И это в определенном мере документ согласования всех интересов, чтобы весь этот опыт только масштабировался и работал на увеличение количества горожан, вовлеченных в этот процесс. Концепция на ближайшие пять лет. Основные пункты – это увеличение числа активистов до 40%, развитие волонтерской деятельности на базе территориальных общественных самоуправлений, а главное – формирование единых мер поддержки и создание центров добровольчества. Сконцентрировать усилия и общества, горожан, и администрации в данном случае, управления общественных связей, чтобы мы работали в одном русле. Стать волонтером можно уже сейчас. В Новосибирске как раз проходит осенняя неделя добра. Она продлится до 8 сентября. Желающие могут принять участие в любой социальной или благотворительной акции. Екатерина Стывко, Александр Ведерников, Новости ОТС. В Роскачестве обозначили базовые продукты завтрака школьника. Он должен состоять из лаковых, яиц и молочных изделий. Специалисты отмечают, что такой вариант меню способствует росту и развитию ребенка. Перечисленные продукты содержат медленные углеводы и белок и максимально легко и быстро усваиваются пищеварительной системой. Специалисты также рекомендуют не давать часто детям сухие завтраки и глазированные сырки, так как они могут способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и провоцировать аллергию. В России хотят легализовать виртуальные сим-карты. Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба должны проработать этот вопрос к январю следующего года. Такое поручение дал вице-премьер Максим Акимов. Новая технология позволяет отказаться от традиционной сим-карты. Вместо этого используется специальный чип в смартфоне. Абонент может подключаться к сетям разных операторов. Большинство россиян готовы отказаться от алкоголя на корпоративах. Лишь 15% граждан не хотят проводить праздник без спиртного. Это выяснили в ходе опроса аналитики сервиса работа.ру. Кроме того, стало известно, что каждый четвертый респондент не употребляет алкоголь совсем, а треть пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети инстаграму. ТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.